Подробности перестрелки в Аркадии, кадровые перестановки в руководстве областной и городской милиции, расследование дел о препятствовании законной журналистской деятельности. Такими были основные вопросы на брифинге спикера областного УВД Аллы Марченко. Исчерпывающих ответов было мало. Большая часть речи – декларации и обещания. Подробности в нашем сюжете. Одесские правоохранители пока не могут найти преступника, расстрелявшего милиционера в Аркадии. Несмотря на то, что на призыв милиции о помощи откликнулись сотни одесситов. Был доработан фоторобот, стрелявшего, поиски которого продолжаются. Милиция обещает за достоверную информацию о личности преступника или его местонахождении награду в 200 тысяч гривен. Второй вопрос брифинга – кадровые перестановки в руководстве местной милиции. Так, новым начальником городского управления стал Олег Макуха, уроженец Донецкой области. Долгое время работал в подразделениях уголовного розыска. Был начальником управления по борьбе с организованной преступностью ОМВД Украины в Николаевской области. Полковник Сергей Калюк стал первым замом начальника ОМВД. А полковник Алексей Вдовиченко получил должность заместителя начальника областной милиции. На этом кадровые перестановки не заканчиваются, обещает спикер ведомства. В течение буквально этой недели, максимум 10 дней, будут уже представлены, назначены остальные руководители на ключевые должности милиции Одессы и Одесской области. Однако кадровые перестановки пока не дали результатов. После февральского нападения на ТРК круг еще в середине мая наша телекомпания оспорила в суде решение следователя о закрытии уголовного производства остучившимся. Правоохранителям был нарушен порядок сбора доказательств. Не установлены личности нападавших, не опрошены известные участники, кроме Евгения Резвушкина. За все это время следствие не сдвинулось с мертвой точки. Алла Марченко обещает, ситуация вот-вот изменится. Правда, дальше обещаний дело не идет. Пока в милиции проходит сугубо подбор кадров. Когда будут результаты работы, тогда мы об этом будем говорить. Что касаемо работы журналистов, то я могу сказать сразу и честно, то есть я об этом говорю постоянно. Поэтому ваша работа, она ему интересна, потому что мы начинаем утро с беседы на ту тему, какие у нас есть вопросы, о чем мы сегодня будем говорить. И я думаю, что все будет нормально, рассмотрено и принято решение. Положительно. Еще один случай нападения на журналистов произошел совсем недавно в Киевском РОВД. Анатолий Булгаров борется с милицейским беспределом уже несколько лет. Алла Марченко хоть и признает, что случаи такие есть, о том, как с этим бороться, по-видимому, не знает. Я и мои три коллеги в Киевском районном районе были избиты, поломаны камеры. Когда работа милиции начнется помогать гражданам, особенно журналистам, и как они будут расследовать? Ни одно журналистское нарушение еще не будет расследовать. И только ваших обращений там десятки, если я не ошибаюсь. Надо уточнить в районном отделении милиции, какой уходит следствие в данный момент. Я при себе не имею базу всех материалов и ответить здесь по ходу вам не могу. А вот борьба с коррупцией в ГАИ, говорит спикер областной милиции, идет полным ходом. Так у автоинспекторов уже изъяли главный элемент коррупции. По словам Аллы Марченко, жезл регулировщика. Пойдет ли реформа в областном МВД дальше? Вот главная интрига.